день 1573 алекс на связи очень часто умный дом уже делают когда ремонт закончен уже давно люди живут в доме или в квартире и возникает необходимость сделать его умным ну или такое желание у меня но как раз именно так и возникло я изначально планировал что я буду идти в сторону умного дома поэтому например я покупал самые дешевые термостаты которые просто работают включение выключение ну и держание какой-то температуры то есть я сразу рассчитывал что не будет умных функций также когда мне электрики делали проводку они предложили сделать в каждую в каждый подразделник вывести и но и фазу я тогда даже об этом не думал что это нужно будет но как оказалось сейчас тоже очень полезные функции может быть вообще возникнут ситуации когда хочется сделать умный дом например где вообще уже ремонт не хочется трогать например это может быть съемная квартира и тогда не не очень понятно что вообще можно применить выключатель например менять уже не будешь в этой квартире и соответственно какие-то реле куда-то монтировать тоже не получится использовать например светодиодные ленты куда-нибудь встраивать тоже вроде как довольно сложно и нужно будет потом все это отклеивать если например придется съезжать из квартиры но в целом есть достаточно много устройств которые позволяют и сделать умный дом без каких-то доработок больших потому что умный дом это в целом просто ориентация на некоторое повышение комфорта или экономии например средств если оплата например идет по счетчикам вроде как возникает и пользы экономии например электричество если она используется только для освещения тем более если она используется еще и для обогрева например на сезоне когда многие все равно используют дополнительные обогреватели тогда конечно возникает большой соблазн сделать какую-то экономию и рассмотреть какие-то варианты связанные с автоматизацией самое простое конечно это начинает например я делал с какой-нибудь умной колонки которая позволяет просто хотя бы включать или выключать например музыку или там какие-то информацию запрашивать это уже в принципе позволяет какой-то мере использовать систему умный дом то есть управление голосом если например самое простое так как это колонка на обычно подключается к роутеру вай фай то можно сразу например приобрести какое-нибудь устройство на вай фай работающий у меня таких устройств тоже достаточно много это могут быть и розетки и лампочки и в целом можно тоже тогда будет голосом управлять через допустим умную колонку уже этими устройствами они подключаются очень просто через облачное решение то есть есть специальное приложение от производителя но и интегрируется довольно просто допустим ту же к систему от яндекса но и можно использовать в таком случае любые устройства которые подключаются к вай фай это может быть например видеокамера камера которая тоже позволяет например просматривать умный дом и какие-то принимать решения на основании этих данных либо записывать если это нужно информацию тоже очень полезно для допустим какие какого-то анализа есть еще некоторые устройства которые тоже делают на вай фай это могут быть беспроводные звонки или еще какие-то аналогичные вещи которые при по идее не свойственно работать по вай фай но как за неимением ничего лучшего можно и этот вариант тоже использовать но в целом если например вай фай роутер предоставлен провайдером или это используется допустим в квартире роутер который изначально там был то конечно во первых его мощности может не хватать для того чтобы полноценно обслуживать такое количество устройств но и если допустим переезжать то придется заново многое что перенастраивать все устройства нужно будет переподключать к новому роутеру само переключение все-таки достаточно сложно например если это умные лампочки то у них технология подключения вообще очень замудренная то есть нужно например раз пять поморгать этой лампочкой тогда она переходит режим сопряжения при этом нужно будет использовать изначально приложение которое было от этой лампочки то есть устанавливать его дополнительно снова и дальше возможно эта лампочка уже сменит идентификатор в системе умного дома и нужно будет уже и допустим даже если был какой-то сценарий сделан в системе умного дома то нужно будет конечно переделывать этот сценарий и перенастраивать на новое устройство но и вообще вот допустим в яндексе если сценарий написан простое отключение и подключение устройства это будет уже необходимо заново в сценарий зайти каждый где она использовалась и указать заново как с ним его идентификатор и как с ним необходимо работать следующим шагом все-таки это вариант допустим будет какой-то шлюз допустим работающий на зигби или поддерживающий еще и bluetooth соединения и уже на базе этого шлюза делать то есть он также правда подключается к wi-fi роутеру но на самом деле он работает через приложение и скорее всего не потребуется заново переподключать к нему все устройства если допустим изменился wi-fi ну и в любом случае желательно конечно чтобы wi-fi роутер был отдельно а вот допустим этой квартиры то есть собственные и тогда уже будет гораздо проще на нем делать то есть я например использовал несколько вообще роутеров у меня сначала был роутер который на входе стоял в квартиру но именно как роутер и wi-fi точка работала потом я отдельно сделал роутер а уже без вай фай и сама вай фай . она подключена уже отдельно внутри сети и делал да даже отдельно выделял самый простой роутер работающий на 24 герца и 100 мегабит который позволял именно устройство подключать потому что большая часть устройства нового дома работает только на 24 гигагерца но и тогда если уже использовать допустим сигби шлюз какой-то то можно к нему подключить уже разные устройства это те которые не требуют монтажа это очень много устройств этой розетки и возможно некоторые реле которые допустим подключить через розетку и вилку в разрыв или например это могут быть такие же лампочки умные я вообще как бы не использую себя только в основном для декоративного освещения но есть примеры когда люди используют достаточно много и вплоть до освещения в комнате например ставят 10 лампочек и они пытаются работать синхронно конечно очень часто это не получается и например может оказаться что какой-то команде некоторые лампочки включаются а некоторые лампочки выключаются также не требует монтажа например датчики это датчики движения они их можно просто установить и на какой-то поверхности они принципе уже будут выполнять свою функцию датчики температуры и влажности их тоже можно разместить на какой-нибудь поверхность не обязательно монтировать в отличие например от датчиков открытия дверей которые конечно же нужно приклеивать на косяк двери чтобы они уже фиксировали открытие и закрытие дверей причем само крепление это тоже нужно достаточно сложно выбирать и если потом их снимать то они конечно могут оставить и след на косяке и двери также еще могут конечно использоваться различные датчики например датчик протечки конечно в случае например съемной квартиры или даже у меня например не сделано так чтобы этот датчик протечки управлял каком каким-то шаровым краном который перекрывал бы воду потому что нужно все-таки либо это на этапе еще монтажа делать устанавливать этот экран в систему водооснабжения либо есть такие отдельные двигатели которые позволяют установить поверх существующего крана например сами кран у меня достаточно туго работают и тоже расположены не очень удачно и у них конечно там есть питание электрической сети я могу туда установить но большого смысла в этом самом деле не вижу и сам монтаж я думаю тоже будет не очень надежно поэтому конечно можно использовать такие датчики протечки например в качестве просто извещателей чтобы срабатывала какая-то сирена и в квартире сигнализация о том что протечка обнаружена или просто приходило уведомление например там системе нового дома через телеграм или какой-то другой канал оповещения конечно можно использовать и беспроводные выключатели и кнопки это в принципе тоже достаточно удобно для управления теми же умными лампами потому что их не получится уже управлять через выключатель и выключатель должен находиться всегда включенном состоянии и даже в принципе целесообразно включить и например каким-то образом обозначить чтобы выключатель не выключался потому что например у меня на балконе такой такая лампочка стоит умная и конечно первое время вообще было так что она не работала именно по той причине что ее просто кто-нибудь выключил вручную после этого мне пришлось сначала просто снять крышечку с выключателя что было не очень эстетично потом я просто уже напрямую сидел внутри и больше к этому не возвращался но возникают проблемы например как эту лампочку потом переподключать у меня такая тема возникала несколько раз есть несколько вариантов можно просто и впрутить какой-нибудь отдельный внешний патрон и поморгать это лапочки потому что ей без разницы какой в каком патроне находиться для программирования ну а дальше и уже вкрутить на место это конечно самый простой способ если к ней достаточно просто подобраться у меня она установлена в таком сложном светильнике и для того чтобы подобраться нужно практически весь светильник разбирать ну и конечно можно например использовать какие-нибудь датчики качества воздуха например co2 измерять и на основании этой информации тоже какие-то делать сценарий например делать оповещение для того чтобы открыть окно или еще какие-то действия можно например использовать также например инфракрасные пульт и таки есть пульт и от яндекса ничуть подороже либо аналогичные полностью но ту и куклу куплены в китае и тогда они будут там рублей 400 стоит ими можно например управлять и телевизор если он не поддерживает управление по сети интернет либо например кондиционеры если у него такого блока нет тоже можно командами с этого инфракрасного пульта включать или выключать кондиционер сами умные розетки например можно использовать для управления либо обогревом это на основании датчика температуры контролировать температуру в комнате и например включать обогрев пример используя масляный радиатор. Например, также розетки можно использовать для управления освещением. Это, например, выкнуть какой-нибудь торшер в эту розетку или какую-нибудь лампу настольную. И тогда можно будет тоже этой лампочкой управлять, включать и выключать через систему умного дома.